Всем привет! Блин, я не понимаю эту погоду. Сегодня сказали 24 максимум. Выходим, градусов 28, мне кажется. Как я не привыкну к определению градусности вот этой. Чё? Смотри, мы подскрыть глаза при таком сайте. На небольшое время. На небольшое время? Ну да. Пошлите на машину. Мы сегодня едем гулять на машине, далеко, в Адлер. Вот, короче, хотим там посмотреть. Чё-нибудь интересненькое, может быть, найдем. Вот, может быть, просто какое-нибудь красивое место посидим там. Не знаю, как получится. Выходные, время кататься на машине. На самом деле всё время стоять только, точно. О, все уехали? Да, и мы можем теперь... А ты мне не обратила внимание, там местечко не освободилось? Неа, не обратила внимания, не знаю. Да какая разница? Такие огромные порелины. Они уже захотят сюда. Да, они уже требуются. Вот оно, почему здесь перейдет. Их дальше. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень красиво. Очень. Ну что, пошли? Да, мы решили на берег спуститься, на камушке вот туда. Пойдем, пойдем, да, я бы тоже прошлась. Я бы до пикниковой зоны бы прошлась, там посмотрела на каньон. Он там очень быстрый, очень красивый. Первый пойдет теперь? Каньон быстрый, река быстрая. Первая пойдешь? Ну, наверное, да. Давай, не струсишь? Нет. Давай, веди нас. Вот другая дорога не видит. А вдруг там доски какие-нибудь знивые? Ты сама, по-моему, боишься больше. Ну, а зачем еще больше-то нагнетать? Ты чего? А что такое? Мама у нас боится, и от этого лишается чувство юмора. Никакого юмора здесь нет. Есть, в лесоках есть. Мне напоминаешь Ослика из Шерека, из первого. Маша, не трогай его. Я не трогаю его. Держись, поднимайся. Отходи. Курочки. Или кто это? Курочки. Не знаю, какие-то они облезлые, тощенькие совсем. Ну, и народ купается вовсе. О, петух! Петуха! Да, петушок. Петух. 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 Пойдем на берег спустимся. Водичку потрогаем. О, народ купается. Убалдеть. Там же холодно. Там же вторая. Ой, эрывачьи. Ноги только не намочи Ничего, холодно? Ничего себе, не очень Ну так Какой цвет воды там? Сегодня просто сумасшедший день Мы сегодня ездили в форелевое хозяйство Посмотреть, как выращивается здесь форель На самом деле здесь расположено, оказывается, самое крупное форелевое хозяйство в России И нам было интересно Там выращивается форель, там выращивается белуга, там выращивается осетр Короче говоря, очень много таких вот рыб В том числе там вроде как продают малька по России Но в общем было очень интересно посмотреть на рыб, посмотреть на их особенности Посмотреть, как кормятся В общем и так далее Вот, как устроено вообще всё это И примерно на середине вот этого вот, как это сказать, познавательного нашего путешествия Мне написала мама, что у них прорвало там трубу под верандой Вот, и что колодец пустой, воды нет Оказывается, прорвало трубу под домом И насос качал воду, пока не выкачал из колодца всю Вот, то есть насосу казалось, что в баке ничего нет В баке действительно ничего не было Вот, и он выкачал весь колодец, соответственно, под дом Да, это был, конечно, номер Вот, я занервничала сразу Мы, Димка начала звонить тому человеку, который делал всё это И в общем, слава богу, вот к вечеру всё это дело решилось почти Он сейчас едет к родителям срочно Будет всё это дело чинить Будет всё восстанавливать Возможно, менять там одно соединение, которое как раз и выскочило Оно выскочило Вот, будет менять соединение на другое, на железное Вот, ну, посмотрим Да, делать он это будет практически уже ночью Но спасибо ему большое Он выехал практически сразу Сказал, что сам заедет за всем материалом, который нужен Вот, и сделает родителям воду Колодец уже начал набираться потихонечку Так что вода у родителей будет Осталось потерпеть буквально пару часов Вот, и всё будет окей Ну, он, конечно, тоже Отчаянный, потому что он едет с севера Подмосковья К родителям на юг Подмосковья Чтобы понимали, да И выехал он половина седьмого вечера Вот, и вот починит, и потом ещё и поедет обратно Да, ну ладно, слава богу Как бы он смог, он там ни на работе ни на какой Всё, он свободен, так что может подъехать и всё это дело сделать Я жду сейчас от родителей вестей, что всё у них в порядке, всё нормально, что у них есть перевода и никаких проблем Мы ещё в этом форелевом хозяйстве взяли Димке очень хотелось Свежего копчения рыбу Форель холодного копчения Димка говорит, это очень вкусно, ему так хотелось Короче, в итоге он взял филе холодного копчения Я покажу немножечко попозже Вот, выглядит, конечно, шикарно Ну, я не знаю там, как оно будет на вкус Я рыбу как-то не очень люблю Я её не очень много ем Я всё больше по птице Вот, но Димка прям фанат такой И откроем, я вам покажу обязательно Вот, так что Мы уже, слава богу, дома Всё хорошо, всё в порядке Но сегодня, конечно, сумасшедший день Я так нервничала по поводу этой воды Потому что мы здесь, они там И нужно что-то делать Без воды там невозможно Учитывая, что садовую воду общую у них уже отключили Вот, ну, в общем, и впереди заморозки И вообще Я надеюсь, сейчас всё решится Вот, Димка отрезала от большого филе Несколько кусочков И сейчас будем пробовать Вообще пахнет очень вкусно Мне кажется, должно быть прям Ой, запах такой классный Аппетитно выглядит Слава богу, всё завершилось благополучно У родителей всё сделали Теперь они с водой Вообще, конечно, там был тот ещё аттракцион Потому что делалось всё буквально в темноте Да, с фонарями Всё, что, грубо говоря, было под рукой Ну, у мастера, правда, такой фонарь Такой прям прожектор Налобный был Вот, но Поставили латунное соединение Так что я надеюсь, что это Не рванёт больше такое Вот Ну, в общем, посмотрим Там, правда, второе соединение Начало подкапывать Но вроде его подтянули И всё в порядке Вот Но в любом случае Папа у меня будет Периодически проверять Периодически смотреть Поглядывать там В эти соединения Всё ли в порядке Всё ли хорошо Но самое главное Что Разрыв починили И сейчас они у меня с водой С туалетом С всеми, короче говоря Необходимыми вещами Учитывая, что Сегодня ещё и Снег пошёл Ну, то есть Вообще не время для ремонта Вот у них был снег с дождём Ну, ладно В общем, всё решили в кратчайшие сроки Слава богу Я, честно говоря, была уверена Что им, наверное, придётся День-два без воды провести Я никак не ожидала Что мастер сможет приехать Прямо в этот день Прямо сразу Прямо вот Тут же Вот Но, слава богу Ух 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 Вот Всё Мы сейчас посмотрели Ещё одну серию Шерлока Ну, прикольный сериал Смотрится с удовольствием Смотрится с интересом Единственное, что У меня вторую серию подряд Не покидает Ощущение какой-то нереальности То есть Он как-то оторван От реальности А вот у него очень много случайностей Таких В которых, ну, буквально Они полагаются на удачу И угадывают Вот это вот Мало схоже с настоящим Честно говоря Не знаю Такой Немножечко ненастоящий Какой-то сюжет Ну, посмотрим Посмотрели вторую серию Серии, конечно, безумно длинные По полтора часа Вот Может быть Наверное Посмотрим третью Но утомляет Правда Смотрится интересно Но утомляет Длинные очень серии А дробить их Я не знаю Мне кажется Это будет не очень удобно Просто Забудешь, что было Там, например Если Вчера посмотреть Да, там Часть сериала А сегодня закончить Забудешь, мне кажется Что было вчера Вот Все, ребят На этом все Сейчас пойду Умываться И всякое такое И ложиться байочки Так что Всем до встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok